Сезон летних отпусков 2014 под угрозой срыва. С таким заявлением сегодня выступила директор Казахстанской туристской ассоциации Рашида Шайкенова. Не все желающие попасть, например, на курорты Турции смогут купить желанный билет на самолет. А билеты на более экзотические курорты будут стоить в разы дороже. Правительство запретило иностранным компаниям возить казахстанцев своими чартерами. Наши граждане за 190, за 180 долларов имели возможность улететь в Анталию. За 250 долларов имели. Забудьте теперь об этом. Этого не будет. А тогда, когда одна компания. Конечно, никто вам не даст больше такой цены. А если их 3-4, если они толкаются друг с другом, соревнуются в качестве. Поводом для ужесточения правил авиаперевозок послужил скандал с турецким авиаперевозчиком Sky Airlines. После его банкротства тысячи казахстанцев не могли вернуться на родину. Домой их перевозили за счет налогоплательщиков. А местные турфирмы до сих пор судятся со страховыми компаниями, которые не компенсировали их потери. Отечественная гражданская авиация в руках монополистов. Компании «Эйрастаны» и «СКАД». Первые занимаются в основном рейсами регулярными. Чартер осуществляет «СКАД». Однако самолетов на всех не хватит. Проблему нехватки рейсов могли бы решить молодые авиакомпании. Однако они не могут получить необходимое разрешение в Комитете гражданской авиации. Есть две компании, про которые говорила Рашидовна. Это компания «Джетуан» и компания «Инвеставиа». На сегодня они запросили суда у Турецкой республики, у двух турецких авиакомпаний. Турецкая республика дала свое согласие на передачу таких бортов. Комитет гражданской авиации выдал документ, согласно которого они отказали. Новость о пресс-конференции в Алматы вызвала удивление у некоторых членов ассоциации. Директор группы компании «Тревел Систем» Асем Козбагарова не видит никакой проблемы из-за смены правил игры. Ассоциация попросту лоббирует интересы одной крупной турфирмы, говорит она. Но ее название не озвучивает. Мы как члены ассоциации не согласны со многими высказываниями и не поддерживаем их. То есть мы считаем, что нет такой проблемы сейчас на рынке чартерных перевозок и то, что касается заведения новых самолетов. То есть есть другие альтернативные авиакомпании, с которыми мы сейчас ведем переговоры. Ряд туркомпаний намерены подготовить открытое письмо, где дадут оценку действиям руководителя ассоциации. Выяснение отношений между туроператорами, с одной стороны, напрямую не касается потребителя. Но с другой, эти внутренние трения прямо отразятся на состоянии их кошельков. Евгения Сазонова, Александр Платонов, Алматы, Казахстан.